Мы приехали сюда, в город, с нашими специалистами, с директорами департаментов по направлению пенсионный фонд, занятость, образование, потому что есть дети, которые должны сдавать ЗНО, охрана здоровья, который сейчас находится наш специалист в больнице, смотрит, что необходимо, потому что пенсионеры, большое количество, тогда нужно специалистов, лекарства, определяются с их потребностями. Дополнительно мы к вам привезем скорые помощи, которые должны с Харьковской области сюда, здесь будет дополнительный пост. И мы готовим, для чего мы это делаем? Мы готовим сейчас пропозиции кабинета министров, который должен разработать постанову кабина, которая бы определила, как Харьковская область, правильная по закону, должна помогать городу Святогорску в решении этих проблем, потому что здесь находятся жители, как не только вашего района Кудовы, непосредственно, а из других районов Донецкой области, а также есть жители Луганской области. Поэтому, как это все правильно сделать и организовать эту работу? В течение двух-трех дней мы отработаем наши пропозиции для кабина, и я думаю, что заседание кабинета министров, которое будет в ближайшее время, урегулирует правовые вопросы, и мы сможем реально, Харьковская область, и наши специалисты реально могут вам помочь в решении проблем, связанных как с пенсией, выплатами по детям, с карточками. Видим также, что банкоматов здесь недостаточно для такого количества людей, поэтому будем говорить с приватбанком, с другими банками Украины, чтобы они разместили здесь по быстрой схеме банкоматы. Приблизительно с каждых основных шести банков, которые есть в территории Украины, чтобы они поставили здесь свои банкоматы. Вот в связи с этим я приехал сюда. Теперь за ваш вопрос задавайте... Значит это, у нас тут где-то 200 человек, получат пенсии только 200 человек, а те, что там остались в Славянске, они не получат пенсии? Нет, ну я просто... А вы задаете вопросы конкретно? Там же минные жители тоже. Совершенно. Я просто хочу, чтобы мы не только, как говорится, в Украине... Подождите, вам отвечали на этот вопрос, наверное. Но я отвечаю сейчас за то, что я вижу, на что я могу повлиять. На этот вопрос я могу повлиять. Там, где я это не могу, я не знаю. От ответа правильного. На ваш вопрос сейчас. Нет, ну просто чтобы мой вопрос рассматривал. Да, хорошо. А можем мы этих людей привезти документы или хотя бы копии, или документы с копиями и сделать это все? А потом это как бы... Вот те граждане, которые получали на карточку, это одна тема, как бы, это возможность определенная есть, начисли пенсии, да. А вот те, которые начала почта, потому что вот есть представители Укрпочты, они скажут, что у вас же там почта сейчас не работает. Не работает. Поэтому, исходя из этого... Карточку получить. Карточку получить проблематично. Опять-таки, нужно заявление. Мы только что рассматривали. Вы ставите вопрос. Спасибо, конечно. Мы будем ставить, думать, как это делать. Но это реальная проблема, что те люди, которые находятся... Ну можно ее решить. Можно. По почте получали, находятся сейчас на территории Славянска. А те, которые остались без работы? Да мы, в конце концов, будем сами им возить. Сейчас вы ставите на учет. Что я могу пообещать? Что мы быстро, эффективно вас поставим на учет и определим вам эту выплату. Помощь какую-то. Помощь какую-то. Это я вам обещаю. А вот то, что, например, трудоустройство как бы дальше-то, надо уже смотреть из проекции. Хотя бы какая-то. Хотя бы какая-то. Мы же говорим, мы же тут приехали еще со специалистом центра занятости, я сразу сказал. Для этого и приехали. Но тут еще нужно, это все правильно с финансовой точки зрения, по бюджету. Ну скажем так, вас не касается, но для нас, как чиновников, это важно правильно все сделать, чтобы потом меня за мои инициативы, знаете, тоже... Ну понятно. И наказали. Мягко говоря, там от 7 до 10, я тоже не хотела. Хотя, надо сказать большое спасибо мэру города, который правильно ставит эти вопросы перед нами, перед соседями вашими. И перед правительством. Он очень активный человек, вам тоже в этом смысле о чем-то известно. Извините, что вы беспокоились. Как вы списки передали? В мэрии, в мэрии, то есть, у мэра будет в курсе завтра, во второй половине, как это все будет происходить. Нам тут расскажут? Вам расскажут, как все будет действовать. Завтра сюда приезжают наши специалисты. Мы обмозгуем еще раз в Тарькове этот момент, выйдем на Кабмин, и потом, я надеюсь, что через 4-5 дней мы выйдем с готовым решением. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, а как отсрочить кредиты? Мы же тут без... Этот вопрос задали нам уже в другом месте. Мы его уже записали для себя. И мы... Клиенты Приватбанка по 10-15 лет. Тем более по Приватбанку. Мы... Это самое-самое... Да, да. Который звонят, будем начислять процесс. Мы вас услышали. И эту проблематику постараемся оговорить с Минфином. И... Каникул. И вы, с кем, должен за это отвечать. Извините. Прочитите. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Извините. До свидания. Все хорошо. Спасибо.